22 июля глава Форумского района Роман Соловьев провел еженедельное рабочее совещание с участием начальников отделов администрации, глав сельских поселений и руководителей служб города. На планерке обсудили план работы на текущую неделю, в том числе встречу с подрядчиками, выполняющими ремонт и строительство по муниципальным контрактам в городе и районе, поездки в сельские поселения, результаты проверки комитета по муниципальному контролю в отношении качества работы АО «Объединенные электрические сети» и многое другое. На этой неделе пройдет встреча с подрядчиками, выполняющими контракты в городе и районе. По итогам встречи будут подготовлены необходимые документы для начала претензионной работы с теми из них, кто не может гарантировать выполнение условий муниципального контракта в срок. В селе Погост Иванковского сельского поселения закончили ремонт подъездного пути к кладбищу. На этой неделе отремонтируют колодец. Гридирована и отсыпана щебнем дорога в деревне Захарина. В селе Домовицы ремонт дороги проведен с установкой дренажной трубы для отведения грунтовых вод. Главе поселения дано поручение держать на особом контроле ремонтные работы в Иванковской школе. Там идет подготовка к созданию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В деревне Каликино Дуляпинского сельского поселения заменили насос на скважине. Глава поселения попросил помочь в подключении к центральному водоснабжению деревни Шевлягина. Техническая возможность, по словам представителей МУХ ЖКХ, имеется. Глава района поручил специалистам отдела ЖКХ детально разобраться в этом вопросе. На прошлой неделе провели ямочный ремонт дороги к школе в Панино. Подсыпку дороги в Батеево подрядчик выполнил некачественно и будет исправлять недочеты за свой счет на этой неделе. Продолжается ремонт муниципального жилья. В Хромцовском поселении на прошлой неделе произошел обрыв на высоковольтной линии. Неисправность устранили в течение четырех часов. В деревне Малаховское со стороны станции отсыпали 300 метров дороги. В селе Хромцово провели ямочный ремонт асфальта. На этой неделе подрядчик приступит к монтажу дополнительного уличного освещения. В Широковском поселении закончили подготовку документов. На этой неделе планируют закупить материал и начать установку освещения около остановки на въезде в Широково. Ремонт дороги Галчаново-Клевнево близок к завершению. Уже отсыпали самые проблемные участки. Также отремонтировали дорогу в Головино. На прошлой неделе в пятницу комитет по муниципальному контролю выдал руководству АО «Объединенные электрические сети» предписания по пяти улицам, на которых в темное время суток не горели фонари. В понедельник, 22 июля, специалисты проверили исполнение предписаний. МУК «Теплосеть» продолжает плановый ремонт. На этой неделе работы идут на улице Возрождения и в деревне Иванково. Роман Соловьев обратил внимание на ситуацию с контейнерной площадкой на улице Большая Фурманская. Заместителю по вопросам ЖКХ поручено до среды решить вопрос с асфальтированием, чтобы региональный оператор мог установить контейнеры на место и привести площадку в порядок. Образовательные учреждения готовятся к новому учебному году. Во всех школах идут плановые ремонтные работы. В летнем саду продолжаются работы по устройству смотровой и спортивный площадок. По итогам планерки руководителям отделов администрации и ответственным лицам даны поручения и обозначены сроки их выполнения.